Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Корею, Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео, либо, по идее, должна была появиться в верхнем правом углу. Ну а спонсоры канала все видео из этой партии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо вам за поддержку. Всем остальным, приятного продолжения просмотра. Я вот честно, за всю эту игру мне больше всего нравится, как Маури сыграл, потому что, ну, вот глядя на его города постоянно, на его территорию, то есть это, во-первых, столько работы, столько городов, много городов поставил, и все равно в лидерах. Я хочу подсказывать, что ему было проще, вот, именно на такой карте, учитывая то, что он может по океану плавать, и у него сразу есть возможность плавать, и больше, чем на две клетки, то фоны и руинки собирают три раза быстрее, и находят больше ГГшек, которые... Ну, я не знаю по поводу руинок и ГГшек, но территория, на которой стоят его города, она очень грустная. То есть, ну, это... Вообще нету ни производства. Ну, тут есть несколько лесов, конечно, для него. Для Маури, ну... Так, я еще гружусь. Я еще гружусь, подождите. А я готовлю ими. Че, кто там хочет? Еще три. Маури. Давай, Маури, да. Давай. Пусть кто-то читает. Раз, два, три. О, как его зеркопотели. Что там, что там? Ну... Зеркопор. Кто мне воровов присылает? Мне уже не дадут ничего сделать, ГГ. Сейчас, я не знаю, улетит кто-то другой. Вон... Ну... Ну, да, давайте начать рима. Он уже будет свидетель. Может быть, если тебя это будет открытие, но здесь, как бы, побеждает только один, если ты не улетаешь, то улетает. Нет, нет, ну... Я понимаю, но я имею в виду, что он в будущих сессионалами дайте, а вот рим уже улетать начнет. Сейчас и к Риму поплывут. Но сначала же надо было тебя остановить, правильно? Ну, да, он улетал впервые. Не знаю, тебе осталось только всего лишь одну экспедицию запустить, и все. Ага, только у меня производство еще так много, что-либо этого. Ну, с такими темпами мы тебя сейчас нормально затормозим, и возьмемся за рим. Я в этом плане представляю реальную жизнь, знаете, такой Советский Союз объявляет. Мы, короче, 12 апреля 61-го года собираемся запустить человека в космос. Вот, познакомьтесь, Юрий Алексеевич Гагарин. И весь мир такой, блин, надо ядерки на них бросать быстрее. Все забросали Советскими Ядерками, фуф. Не дали в космос улететь. Так, кто следующий? США. Так, сейчас, надо на них ядерку бросить. Ну, просто немножко странная научная победа. То есть ты улетаешь на другую планету, и ты считаешься победил наукой. Немножко не то как-то. Мне кажется, когда ты улетаешь, ты под конец начинаешь сбрасывать на всех атомные бомбы. Так, в всемирной выставке я ничего не получаю. Что там по дипломатическим победам? Маури, пять очков до дипломатической победы. Я и говорю, где бы взять еще пять очков. Ну так, следующим ходом голосование будет. Вот тебе и три очка. А там еще по одному очку это теха и социальная политика. Вот тебе победа. Да? Возможно. Возможно. Возможно, возможно. Все может быть. Это как бы удача чистая. Опять отваливаться начинает. Да что, что будешь делать? Блин, а так производства нет? Еще какие-то подводные лодки воруют на их... Мне что-то подсказывает, что здесь, знаешь, какая механика. Тут не каждую они проверяют, а вот какая-то рандома выбирается одна ЗРК. Она такая, кидает кубики. Попал, не попал по ракете. И все. И все остальные. Если она не попала, значит и все остальные. Пдж. В общем, ждем Humankind. Да, именно так. Там же амплитюды уже представляют потихоньку цивилизации начальные. Так там у каждого уникальный район. Да. И уникальная способность. Все они такие одинаковые довольно. Ну, в смысле, равны в некотором смысле. Да, и я тоже смотрел там. Можно забрать у мистера Ди. Встречка. Мы сейчас точно проголосуем. Он тоже выберет. Сначала же там они начисляются. Кстати, а что у нас тут с атомом? Ой, с ураном. Понимаю, у меня его няма. О, есть. Да, точно там же как раз не хотел отдавать Рим этот город из-за урана. Сейчас еще голосование идет. Ну, кто там тормозит с голосованием? Может, это ролик уже? Да не похоже. Ну, вот я и не победил. Да. Уже да. Так, сейчас бы у Рима партизан повербовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Австралиец решил мне начать мстить. Нормально же, общали. Ну ты своих кораблей ко мне подпускаешь. Ну так еще не начинал ничего делать. То есть походу мимо золотого века. Блин, у Маури какое-то нереальное количество культуры. Ты уже все открыл в социальных политиках? Маури. Да, что? Все в социальных политиках открыл? Нет. Две осталось. Я австралийцу поломал, спокойно. Теперь поломай Рима. Уже все города. Сейчас. Сейчас. Сейчас доходов построю. Самая своей жизни поломал. Там шанс был 3-4 процента. Да, он сработал. В общем. Да, зато у моей ЗРК куча стоит и не срабатывает на одну сраную ракету. Я понял. Обидно, да. Осталось бы межпланетку запустить и все, это бы уже было гарантированно и бы победа. Но блин. Большой брат. Бдит. Нет, это просто подкрутка. Мне кажется, так хорошо запускает ядерки в какой-то степени Маури за счет просьбы о помощи. Там же механик нет. Механика этих ядерок такая, что там боевая мощность корабля и так далее, а я забрал адмирала на плюс 3 всем морским юнитом, плюс я с полководцем стрелял и так далее. Поэтому там защититься тяжело от этого. Даже так? Да. Так, нужны ли мне эти все корабли на самом деле? Я думаю, что нафиг. Не, но я тут уже не плыву. Я тут достаточно уже не плыву. Ты это говоришь, чтобы не отстали от тебя. Да нет, я просто... Да нет, я просто... Да нет, я просто... Да нет, я просто... Нет, ну вы просто посмотрите, сейчас ты такой нейтрин, ничего догоняет этот. А у меня все космопорные сномали. А просто тем временем ты как раз строишь один возле G-Long'а. Ха-ха. А какая разница в этом производстве не хватит? Ты знаешь, сколько будет долго запускаться? У нас планетная экспедиция. Ну, можно разогнать караванами. Да. Тут по фон Клаузевицу война до самого конца. Ну, в итоге получилась довольно интересная партия. все ровненько шли и сейчас до последнего непонятно, кто победит в итоге. Пока, да. Пока мы тут воюем с австралийцем и Римом, там, может быть, Алексей что-то уже продумал. Так, знаешь, коварно. Коварно. Я практически уже религии, видишь, побеждаю. Один. С очков диплом. Да-да-да. Мотив внезап. Коварно продуманная победа. Кстати, если я Ян-сан обращу в свою религию, там будет лояльность вернется. Все, эти клетки уже не вернусь, к сожалению. Я в какой-то уже, честно, консигнул. И денег нет, и науки нет, и производства нет. Это не КБ. Это не КБ. Это не КБ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, надо было в столицу перебросить на производство Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Так, мистер Ди, там я плыву на помощь. Давай, давай. Вообще я не могу это... А, закончил. Не, почти. Четыре сюрприза готова. Хороших таких. Хорошо. Так, это компьютер. А сейчас, мам, волнащ нет. Или вообще это... У меня только что Аленура Аквитанская попросила 77 золотых вход. Говорит, очень надо. Неплохо так. Женщина, чего? У нее тут такой остров свой, она как Исландия. Вулканы посередине есть? Нету. На самом деле, Город. Индонезия у нас тоже на острове своем живет. Но Индонезия не вижу. Вот этот город Нанд, который рядом с Дижоном изначально принадлежал Голландии, то есть в каком-то смысле Франция таки отомстила голландцы за то нападение. Прими дружбу, Леш, эти военные, военный союз, там и ты увидишь всю карту. Спасибо. Он же вроде французский город. Голландский. Дижон, да. А Нанд твоего голландский. Уверен? Ну, изначально так было, я там пропускал. Где, ну... Нет. Нанд точно французский город. То есть, видимо, голландец его когда-то захватывал просто. О, вся карта видна. Да, у Индонезийца свой тут островок в Скумасе. О, ядерки в меня. Кто кидает? Ну, Рим. А че еще делать? Я в Римке, но он... Че-то я не вижу, куда он кидает. Копите. Копите. А, копите. Кван Джу где? Угу. Такое ощущение, как творится, какой-то безумие. Все с ядер. Блин, где штуки дается? Опять. Перехвачено. И безумный смех такой. Кого листил? Сейчас роботы очень злые, блядь. Че я могу... Иди уже, иди, хочешь, иди. Сейчас, последний ядер, иди на следующий. В меня полетит? Нет, я просто не пройдусь ври. Мне кажется, в меня за веролом. Нет, ты... Я за то, что я ему сломал. Звук на aluminем. Продолжение следует... Думаешь, эти караваны бегают. 16 караванов. Космопорты? Говорю, в 4. Вот он сам и расскажет сейчас. У меня просто не вся твоя карта открыт. Ну, это хорошо. Есть в Риме. Есть в Мохенджи-Даро. Ой, его, да, вижу. Ореций. Его не... Ну, а сейчас будем, кажется, пущу. В кумах есть. А вы как, бразильцы, поделили? Монгол, Порту, Оле... Подожди, Рио-де-Жанейро... Подождите. Ты сейчас воюешь с Римом, Монгол? Нет. Ой-ой-ой. А что с Рио-де-Жанейро? А Рио-де-Жанейро, там... Австрал... Рим-то уже считает... Ходы к победе. Да. Рим отправил. Один световой ход в год. Да. Пока вы там занимались в стране... Ну, тут Монгол халявил, я считаю. Нет, чтобы что-нибудь на Рим побросать. А тут иначе... Пошли бы дальше добивать Рим, улетел бы Австрал. Ну, так хорошо, а Монгол что делал? Вот пока вы австралийцы захватывали. Ну, мешали Австралийцам. Я пытался что-то... Какое-то производство в городах наладить. Потом... Помнил, что нужно еще и... Тебе как-то... Ой, да ладно! Ну, серьезно. Что там? Тебе ядерка прилетела? Да, я только прилетела, правда, не туда, куда надо было. Ну и так. Сейчас получается единственный шанс установить Рим, это полностью уничтожить или захватить, да? Да, мы... Не, достаточно захватить космопорт, да, где, откуда улетела. А она продолжает лететь, он просто ускорять не сможет. Может? Нет, будет ноль ходов. А, да? Да. Столицу можно захватить и будет ноль ходов в ход. Тут шансы только у тебя, Корея. И... Все, наверное. Я могу предложить Леше, я бомбанул город его, а Леша, если сможет, то перекинуть к каким-то кавалеристам. И какой город? Ну, сейчас я пока вижу, как Мохенджо дорог. Окей, давай. Я буду готов. О, давайте. Ядерный кризис против Михаила. Кто участвует? Все участвуют. Давай, кидай ядерку. Че, плывет подводка. То есть, этим ходом ты не будешь бросать? Не-не-не, еще далеко она. Мистер Динни. Ты подкинешь урана на благое дело? Да, кидай предложение. Бросил? А перед уходом будет нечестно отдать уран? Или ничего? Нет, нечестно. Нечестно. Уходишь, уходи. Все, тогда всем спасибо за игру. Пока. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Это австралийство, чтоб сказал, что он не может тут больше победить. Велигельминов хочет взять у меня лошади и дает мне урон. Выгодно. Ну, этот, как его, гринписовец, видишь. Блин, 170-й ход давненько я так долго не играл. Так, закончили космопорт тут. Ну, вдруг они там друг друга... Не, надо гавань починить. Производство в гавани. Тогда будем проекты делать. Тогда будем проекты делать. Производство в гавани. Так. 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 Продолжение следует... 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 блин маури можешь мне дать полторы тысячи я не за покупку но я не могу почему-то у тебя попросить это а Продолжение следует... 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 у рима уже шесть городов осталось не знала что роботы сбивают тоже у него прокаченные просто не все работы у него уже вот решает такая ли ты не видишь наверно не видишь не просто со всеми улучшениями роботы он открыл все значит ускорение у него есть все-таки до не уносил ускорение или и он них не строят или ему негде или он тянет время он просто на юниты строит ну тут конечно зря ему было ускорение строить мне кажется то есть сколько он уже наверное ходов 7 пролетел симон хотя бы два раза построил ускорение они должны были по одному 2 ходу два хода строится бандера победил уже алюминия у него нету да но энергия то есть ускорение а в смысле нету ты не отжил что паре рукой а я пропустила а когда ты говорила он отбил обратно этом же ходу чуть ли вообще пропустил это дело так лишь и потом через три еще раз ходов будет пароль термоядер окно учим сейчас будут все в эркере через три хода через трех вода и потом еще таким же трава сбили зачем ты вышел из медиаланума и как раз пока я там сидел не мог его захватить это его отобьешь сейчас моим роботом маленьким это робот иннокентий нет кеша михаэл кешу убил ребят осуждаю это непростительно михаил как будешь оправдываться никак я и хотел его убить михаил как спонсор канала дай денег на роботов нет а сколько там надо я сейчас у меня есть 4 200 3000 он стоит я одного куплю и еще мне надо 1800 считай 700 могу кинуть давайте давайте делка там ускорял борец и ну ты монгол за своим следить своими ускорялками а у меня нищие открыто а у меня дружба с римом да я не могу ничего сделать как ты же любишь чтобы говорить и так на первом канале новости а я вас второй канал не найдете был и руль сейчас по дипломатии тем более пять ходов до сессии а он еще и во всемирных играх первым идет так подождите отчетом у него по дипломатии вообще 17 из 20 нет нет . ну мирового влияния сколько у него 600 ну я думаю да скорее всего будет дипломатическая победа через пять ходов но ради фана чем ему угадать надо будет всего одну потому что всемирные игр он выигрывает одно очко но может ты не мари может и как-то во всемирные игры выложишься я вложился у меня везде они но не так сильно отстаешь еще два хода никто не хочет на монгола ядерок кинуть не плыть долго да вы же там бросаете в рим если в рим бросаю что я же по соседу да мне как-то жалко рот блин моя дырку то там как бы меня за и по я подошел к медиа лану и каким-то образом обстрелял армию под современной пт команды вот вот это управление существует себе так раздражает вообще да я вот игре очень хреново конечно культуру раскачивал а кстати им еще может успеть улететь там у него уже много двух лет на один вход а сколько у тебя про 11 я прекращаю войну против рима я не знаю что я должен выиграть с римом а он строит у него почти два хода закончился в самом время ну просто главный соперник рима с ним не воюет вообще то есть мы воюем ради монгола по-хорошему ну реально в общем да давай тогда поплыву к монголу а ты уже как бы у моих границ чем ко мне путь то я не достаю к пищах то есть мы-то рим можем остановить данном монгол выиграет и это при том что он с римом вообще никак ничего не делал не воевал мне никакого не тормозил ничего мы просто договорились союз окей поехали я ядерки в монгола самое время по таймингу монголу тягу урана не подкинешь немножко рим предложение думаешь надо и чё там не не хочется я хочу забрать обратно сейчас ты улетай в это время в космос место чтобы забирать обратно все свое не и надо открытые границы чтобы по твоим территории пройти роботами к монголу пойти другой какой-нибудь а разве они могут ходить по воде могут ходить по воде что они не ходят по воде не знаю чего не ходит по воде хотя такие все не освещенные роботы просто да нет нет я про ваша а про мои так у него же дороги построен тем более он железные дороги построил явно быстрее будет чем по воде плыть такой закрыт у него границы закрыты ли ну а у нет м Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, он одну очку дипломатической победы получит за игры. То есть ему два надо. Ну да. Голосование через три хода. Рим не ускорился. Ну тут либо монголы, либо Рим, короче. Ну да. Можно вообще shift enter. Я только-только запустил межпланетную. Слушай, ну межпланетные полеты не последние, а предпоследние. Ну еще. Кстати, монголы тоже запустил. Монголы уже давно запустил. Ну давно я имею ввиду хода три назад. Да, три. Экспедиция преодолела три из двадцать пяти. Ща-ща, я заканчиваю. Ой, умер там у меня. О, умер там. О, умер там. Индонез, а дальше проблема. Я не достаю дальностью. Вот валится. Это не. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рим, сделка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что, что-то, кумаси, ты или гельмина, ты, еще кто-то заберет. Монгол, сделка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За Индонезию еще человек играешь. Ты же потом вернешь его? Когда? Через два хода когда победишь? Ну, а ты считаешь, что я смогу продавить? Кого продавить? Я не знаю, Монгол, ты либо соглашаешься, я за этот уран покупаю роботов, которыми воюю с Римом, либо не соглашаюсь, и я этого не делаю. Я не знаю. Ты думаешь, я у тебя зачем уран прошу? Чтоб мне потом прислать его на ракете. Нет, у меня даже проект Манхаппин не построен. Ну, держи. Погоди, погоди. Я тебе лучше дам сделку. Так, очко получил. Чего Монгол? Я тебе предложение тоже сделаю. Два очка у Монгола. И следующим ходом, я так понимаю, сессия, да? Два очка у Монгола. Рим, а еще? Что ты еще хочешь? Не понимаю, какой там шахер-махер у Рима с Монголом? Куда полетела ракета? А, это уже мне. Ну, так. Это лайтово. Дальше не доставало уже. Учитывая, что, возможно, последний ход решил, что бы куда. Ну, да. Так, кто даст уран? Я бы с радостью, но у меня его нет. Ну, ладно, мне Монгол почему-то дал уран. Ну, ты же мне его вернешь? Нет. Дальше не верну. Ну, ну, ну и не надо, да? Если надо, у Индонезии забери мне 13 штук есть. О, еще ко мне, да? Боже, сколько там ядерок все летает. Да, кто же к тебе? Ну, Рио. Ну, честно говоря, туда уже второй раз летала. Если бы вы захватывали еще эти города, я бы мог их захватывать, если бы мне Рим дал проход. Но он почему-то хочет воевать со мной. Рим не мог прилететь. У меня вообще ничего нету. У него, видишь, один световой год за ход написано. Лететь 27, да? 27 лет? Я не помню. 25. 25 лет с тех пор, как он построил, не прошло стопудово. То есть прошло там, наверное, ходов 15. Вот сейчас я рекомендую ничего не говорить, кто за что голосует, но, честно говоря, 1054 очка влияния у Монгола подсказывает, что он сейчас победит дипломатией. И мы даже, кстати, можем не голосовать, типа, что... Ну, теряет 3 очка дипломатическая победа, потому что здесь сначала прибавляется... Сначала прибавляется. То есть ему прибавится, например, 2 очка, и все. И как только он получит 20 очков, он победил. То есть отнимание не работает. О, нет. 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 ну посмотрим проголосовал собственно остался только монгол там шахер-махер 1054 очка распределяет такой куда бы куда вы запихнуть нет ни сюда не нет там вот надо еще один голос явно не хватит или сюда перекинуть господи легче всего шумер у него ноль очков просто дипломатических он просто туда-сюда и у рима тоже 1 очка не хватило одного очка да не угадал ничего себе но через семь ходов он победит если за 7 ходов никто не улетит тот но вы чего захватить можете тут надо уже захвачивать монгола почему через семь почему через семь почему через 7-то ходов 6 хорошо пущу через а он улетает нет а чем а почему они улетают так смотрите уже у михаэла четыре световых года заход а просьба помнишь и 46 ходов за меня и он линия мучка настал какая напряженная концовка кстати почему монгол то не выйдет ему не хватило одного очка не угадал а в чем именно он не угадал но тут он ага тут купы прошло а так ну слушайте ну теперь теперь и рим побеждает хорошо если стало 15 то тебе осталось три хода до победы если ты если ты вообще больше ничего никаких ускорений строить не будешь а если будешь то все 2 2 ну я не знаю я не знаю почему я не хочу воевать стримом типа за то что победил монгол я не знаю это как-то неправильно другой стороны сам рим хочет со мной воевать раз вы хочет воевать наверно до воевать правильно в общем все так все так непонятно вот только из непоняток можно выложить от на нару туп на youtube youtube руту май туп витуб ой проект манхэттен построил а ты кстати лишь патреоном не задумывался к зачем есть спонсорство на ю тюбе чем чем это же как бы дополнительный какой-то ресурс это его рекламировал бы на ю тюбе есть спонсорство это удобно хотя тоже через жопу сделано на самом деле да поздравляю с победой все улетел видите но мы просто сидели мешали риму на самом деле всем да не мешали риму в основном то есть я считаю что михаил именно заслуженно победил монгол там сидел ничего ничего не делал особо а подождите а где мне не менее написала что он победил написано экспедиция преодолевает 6 видовых лет есть еще один ход скорее всего не уши но мне этого выиграть нужно еще как минимум четыре или пять я думал что он уже все улетел типа да я также предполагал не ну следующим ходом он летит я думаю у у у у у у у у у Можем даже поспорить, что на следующее тоже не уеду. Блин, какая-то странная штука. У меня такое ощущение, что у меня добавляется денег больше, чем реально. Я практически каждый ход покупаю этих роботов, хотя у меня вход плюс 350 денег, а роботы стоят 3000. Потому что помощь тебе идет. А-а-а! Блин, точно. Вот эти вот помощи кручу, и тебе балдаются. Да-да, но это читы какие-то, все равно я считаю, что это слишком дохера денег. Я вспомнил, это когда с компьютерами играешь, это вообще какой-то просто мрак. Они тебя заваливают деньгами. Дайте урану кто. Я у Инденезийца нашел немножко на термоядер. Шифт-энтер тут уже бессмысленно. Тут без шансов что-либо сделать, потому что либо космосом один или два хода Риму остался, либо пять ходов до дипломатии Монголу. Ну все. Без вариантов. Больше никто не может вмешаться. У меня просто было 19 почему-то. Михаил обманул. Обманул Михаил. Я считаю, что не засчитываем победу. Все. Не засчитываем. Обманул. Ты ускорился, у тебя же был в полет 6. Да. А там 25 же надо, то есть у тебя 19 плюс 6, 25. Ну я не знал, я не знал. Я думал, он просто когда ускорение, там написано, что на одну, на один световой год увеличится. То есть на 4, а тут наш. Ну что, поздравляем с победой. И я все-таки считаю, что это Монгол как бы прохалявил, там отсиделся. Могли бы Рим запилить. Но он мог выиграть. Я так подозреваю, Монгол просто думал победить дипломатией, поэтому он не вмешивался особо, чтобы с Римом не воевать. А что ему мешало воевать с Римом и победить дипломатию? Не знаю. Ядерки бы полетели бы в него. Да, ядерки. Внизу этого я захватывал Маори. Три города разрушил сразу. Так что, как бы, если бы не Маори, тогда бы Монгол попал бы под горячую руку. Если бы он был напал бы. Ну тогда бы ты с моей стороны терял. Ты же не можешь со всеми прям воевать. У тебя было всего два фронта, а это был бы еще и третий фронт. По-моему, получилась интересная партия. И давайте вот в конце я со своей колокольни скажу, что я делал не так. Почему мне не удалось победить. Ну, во-первых, конечно, просто не повезло с местом. Это вот тот самый случай, когда Корея не очень-то вывозит. Наш уникальный район можно строить только на холмах, которых у меня оказалось раз-два и обчелся. И в отличие от других цивилизаций, я не могу города ставить где угодно. Потому что так иначе я буду реально отставать по науке. Вот получилось поставить хороших пять городов с савонами. И за счет этого, в общем-то, я шел со всеми наравне. Хотя, конечно, пять городов в шестой цивилизации это мало. Поэтому я и решил, что надо нападать. И это была правильная идея, правильная мысль идти в морские юниты. Потому что все вокруг мои соседи, практически кроме голландца, занимались постройкой наземных юнитов. Зулус с Мали воевали друг с дружкой. Рим боялся атаки, там, то монгол, то ай. Бразильцы он потом захватывал. Про себя я скажу, что, наверное, мне не стоило строить наземные юниты для захвата Махенджи Даро. Так это у меня и не получилось. Только зря потратил. А вот правильный ход в морские юниты, но я не ту цель выбрал. Неправильную цель. Надо было нападать на Рим, а не на Зулуса с Мали. Потому что Зулус с Малей ослабили друг друга и так. Они уже были не конкуренты. А Рим шел наравне со мной. У него куча хороших прибрежных городов. И я бы просто реально убрал сильного соперника в своих соседях. И мог бы спокойно дальше развиваться. Даже если бы я не смог его захватить, предположим, то я бы его сильно ослабил. Тут я побоялся, что Рим может прийти ко мне своими наземными юнитами. Но у меня такое месторасположение городов, что я уверен, что отбился бы я. Тем более, выход во фрегаты и каравеллы был быстр. У Рима точно не было бы никакой морской защиты от меня, как не было у Зулуса с Мали. Поэтому вот это, по-моему, основополагающая вообще ошибка, что я пошел вместо Рима на Зулуса и Мали. Ну а Рим очень хорошо воспользовался этой ситуацией. Тем, что у него была нефть, вышел в линкоры. И, как видите, самолеты против линкоров... Ну как, самолеты неплохо работают, но вы не можете много сделать самолетов. Потому что обычно алюминия, даже если вам повезло с алюминием, то его не так много, как обычно нефти бывает. И здесь он приплыл ко мне линкорами и очень быстро захватывал города. Это вот третья моя ошибка, что я пошел в самолеты, а не в линкоры. Но это скорее ошибка, вытекающая из второй ошибки. Потому что я шел в самолеты, чтобы дозабрать наконец-то Мали из Улуса. Линкоры бы мне в этом не помогли из-за их городов внутри континента. А Рим не был связан никакими проблемными войнами. Спокойно пришел на линкорах и радостно повоевал со мной. Ну и четвертая ошибка, пожалуй, надо было бы пораньше где-то космопорты строить. Чтобы попытаться как-то посоревноваться в научной гонке. Хотя здесь было уже это сложно сделать. Видите, не получилось всей карты ни Рим забрать, ни монголу мешать дипломатически побеждать. Но все равно игра получилась интересной. Именно вот за счет того, что моей Uber-цивилизации досталось совсем не Uber-место. И не получилось, знаете, на 60-м ходу иметь 400 науки и всех победить. И это интересно. Это интересно. Ваше мнение хочу почитать в комментариях. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok